Огромное количество людей в приоритетное для государственного направления. Это, мне кажется, один из немаловажных аспектов того, что реализует наш фонд. Спасибо. Татьяна, спасибо большое. Вы в очередной раз, как и все участники, говорили о том, что молодые люди, те, кто хотят заниматься наукой, и в этом ключе я хотел бы как раз, можно ли акцентировать внимание, потому что большая часть программы как раз посвящена развитию науки и принципам продвижения, финансированию и всяческому поддержку научных разработок. И здесь я хотел бы задать вопрос Ларисе. Лариса, подскажите, пожалуйста, каким образом справа с расформацией, те задачи, которые ставятся, они находят отклик именно в научной среде? То есть вот что происходит, какая инфраструктура поддержки, может быть, инноваций развивается и всячески поддерживается вузами для того, чтобы тех самых молодых ученых дальше передать в фонд РВК, дальше передать в Сколково, да, и в конечном итоге получить большую инновационную компанию, которая будет осуществлять все эти технологии трансграничные. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Артольский государственный университет, ведущий опорный вуз России, проектор по научно-инвестиционной проектной деятельности. В этом вузе три объединения больших университетов – технический, классический и медицинский. Поэтому задачи перед вузом и перед нашим, и перед тем, кто из вас представляет вуз, стоят очень большие по реализации нацпроекта. Мы знаем три основные программы. Это развитие коопераций, научно-производственной коопераций, развитие инфраструктуры и развитие кадров для цифровой экономики. Как практически реализуется этот вуз? И в своем выступлении я хотела акцентировать внимание, уже делая акцент на ранее выступающих моих коллег, что не нужно создавать искусственную инфраструктуру. Участвуя в этих программах, которые есть в федеральных программах, инфраструктура создается теми новыми элементами, которые у нас есть в вузе. Это и малинновационные предприятия, это бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования. И вот то оборудование, которое должно быть закуплено для образовательного процесса, это оборудование, прежде всего, должно родить свое применение именно в научной инновационной работе. И я хотела бы сделать акцент для развития инновационной инфраструктуры через новые элементы. Это создание инженеринговых центров. Какая программа реализуется? Есть правовая форма поддержки. Уже на сегодняшний день создано 72 инженеринговых центра. И именно инженеринговые центры в рамках реализации своей программы получают новое технологическое оборудование. На сегодняшний день выручка инженеринговых центров составляет более 5 миллиардов рублей. В нашем бизнесе тоже создан выбором этот проект и создан центр цифровой среды по безопасности, средств связи, телекоммуникации и энергоэффективности. Это два больших направления, которые связаны с направлением «Умный тон» и с направлением создания цёда и предоставления услуг через центр обработки данных. Что это даёт непосредственно вузам нашему и вузам другим? Прежде всего, в медицинских рекомендациях инженеринговых центров прописано, что центры должны участвовать в выборозамещении предприятий ОПК, в диверсификации предприятий ОПК. В центре создаётся новая технология. В центре непосредственно, вот в нашем центре идёт, запускается производство по печатным платам, и далее платы программируются, и, соответственно, реализуются нам знак по направлению «Умный тон». В таком случае, мы нам через инженеринговый центр, через малое инженеринговое предприятие, которое создано, на рынок выводим уже готовую продукцию. Соответственно, и центр обработки данных, и то предприятие, которое связано с направлением «Умный тон», реализуются в основной технологии. Это всё создано в ВУЗе, поэтому ВУЗ непосредственно должен менять, формировать новую траекторию развития подготовки специалистов. И студенты, они участвуют в выполнении ОПК и уже приходят на производство со знаниями новых технологий. Они являются носителями новых таких технологий, которые они получают в качестве компетенции, работая в инженеринговом центре. При этом выполняется самая главная задача, я могу сказать с уверенностью, потому что я работала одним из руководителей на производстве оборонного комплекса. Что это даёт? Это даёт адаптацию выпускников наших, которые приходят на предприятия, уже к производственному процессу. Поэтому вот новая инфраструктура, она в тех программах формируется у нас в ВУЗе, в которых вот говорили мои коллеги. Следующий акцент, который бы я хотела сделать, это развитие цифровых сервисов, начиная от региона для поддержки API и заканчивая после структуры, что мы тоже начали делать активно. Это для направления и городской среды, и учебного процесса, научно-исследовательской деятельности. Вот этим направлением мы тоже занимаемся. И ещё одно направление, которое в ВУЗе является перспективным, у меня здесь есть презентация, это в нашем университете одержан Министерством экономического развития, Минпромтором, проект многопрофильный, многофункциональный кампус, каждый для цифровой промышленности. То есть кампус определена как площадка взаимодействия предприятий в ВУЗах, СКО, школ, стимулирующая подготовку современных и высококвалифицированных специалистов для цифровой промышленности. Среда для обработки моделей и развития предприятий промышленности. Основа для формирования дизайн-хаба в рамках цифровых и инфигирования дизайн-центров по микроэлектронике. В настоящее время стартует пилотный проект, уже он запускается с июля месяца, и в дальнейшем мы думаем, что он найдёт своё отражение и возможное дирижирование и в других регионах. Ну вот такие методы, такие инструменты, институты развития в ВУЗе. Спасибо. Вы затронули вам в своём выступлении роль региональных, то есть как раз региональный аспект цифровизации, то, каким образом вот эти вот меры поддержки уже рассматриваются на уровне регионов. И здесь я хотел бы передать слово Вадиму, с тем, чтобы услышать вот практический аспект, каким образом, потому что вы представляете Динополис, который уже в течение 7 лет достаточно эффективно функционирует, работает и как раз реализует задачу с правой трансформации на уровне регионов в плотном взаимодействии с региональными властями. И здесь я хотел бы понять, вот с одной стороны у вас сформирована база научная, с другой стороны у вас сформирована база вполне крупных компаний из реального сектора экономики, которые работают на вашей базе. И это как раз вот, мне кажется, та точка, которая максимально эффективно выкристаллизовывает потребность в тех мерах поддержки, которые сейчас нужны. Вот расскажите, какой ваш опыт. Спасибо, Максим. Да, позвольте поприветствовать, уважаемые коллеги, друзья, здесь на правах местного жителя. Спасибо, что добрались до нас. Я, не знаю, на стене, наверное, очень интересное, кто живет здесь, в этом городе. И, да, спасибо за вопрос, Максим. Ну, смотрите, у нас, конечно, мы... Пользуясь эффектом низкой базы, очень хорошо растем. У нас 7 лет назад вообще было чистое поле, чуть более 3 лет назад этот город официально запустился. И на большую всего ничего. Сейчас уже 400 человек, как я вам сказали, большие компании есть. Но мне бы хотелось вернуть нашу дискуссию и задать вопрос всем, да, то есть какие ключевые проблемы мы должны решать. Где эти самые ключевые проблемы? То есть перейти с уровня лозунгов на уровень проблем. Вот у нас сейчас в стране недостаток 500 тысяч специалистов, IT-специалистов. Цифровой экономики требуется 50 тысяч человек ежегодно. А еще хуже становится от того, что 60% этих специалистов, всех специалистов, которые у нас есть, по данным хэдхантера, рассматривают возможности отъезда. Мне кажется, наши меры поддержки должны быть сконцентрированы в первую очередь в этом. Мы должны создавать среду, мы должны создавать новые специалисты, бонятия, которые уже есть сейчас, чтобы они не уезжали. И это то, что мы, директорами, стараемся сделать в Иннополисе. Создать город, в котором хочется жить, в котором не хочется уезжать, для компании создать условия, чтобы им было комфортно, удобно. И здесь нам очень нужно, конечно же, выходить, то есть если мы смотрим, какие есть региональные меры, тогда что они есть, да? Но мне кажется, нам нужно на уровне всей федерации между всеми регионами установить единый режим льгот. Вот режим, который есть с коком, нам кажется оптимальным. Мы также хотели бы, чтобы наши резиденты, те компании, которые у нас здесь сейчас работают, создают рабочие места, создают продукты программные, они получали аналогичный год. Максим очень верно затронул в самом начале, в преамбуле нашей дискуссии, вопрос трансграничности IT-сервисов. И мне кажется, следующий ключевой момент, который мы должны обсуждать, на котором мы должны думать о том, как сделать нашу среду такой, чтобы предприятия из России, IT-компании из России, могли конкурировать на глобальном рынке, находясь в России. То есть, помимо оттоков и делов, еще и бешеный отток компаний и другие юрисдикции. А в чем проблема? Ну, проблема, например, сначала возьмем простейшие вещи, валюты которой. Для того, чтобы принять транзакцию на marketplace, который мы здесь сделаем в России, в 3 доллара нам нужно будет сплатить 50 долларов комиссии на оформление с партой сделки и ДТП. То есть, вот такие вещи, мне кажется, должны либо на уровне инфраструктурной поддержки появиться банк для обслуживания IT-стартапов, marketplace, которые будут даже встраивать свои услуги и товары по всему миру. Вот именно для них и должна появиться какая-то такая мера поддержки. Какая она должна быть инфраструктурно решена? Или это должны в рамках свободного рынка решить банки? Ну, непонятно, да? Потому что, видимо, банк не просто пьет 50 долларов. Следующий аспект – это НДС экспорт. Ну, почему мы должны, наши компании должны платить? Вот товар, когда экспортируется, НДС нет, когда у нас по гражданскому, по налоговому кодексу местом оказания услуги признаются место нахождения того, кто эту услуг оказывает. И все компании мы можем платить 18-20% НДС. Мы зачем сами себе на горло здесь судьбаем? Вот мне кажется, эти вопросы мы должны обсуждать, мы должны об этом думать. Я думаю, Финти здесь немножко ушел с регионами, но это вообще федерально. Но мне кажется, это важно. Для нас это важно, для того, чтобы мы могли дальше развивать регион. Если возвращаться к вопросу, как мы видим дальнейшее развитие в нашем проекте, это в первом числе за счет горизонтальных коопераций. Да, у нас сейчас есть классные имена, экспятерты, когда мы зашел Магнит, до этого Шнайдер, Когнитив, Технологи, Сокронис. Есть и компании поменьше. Есть компании «Нософт», например. Сейчас Антон Транцин, правда, он в Сан-Франциско выиграл 500 стартапов со Звербанком, акселератор, и уехал. Но я очень надеюсь, что вернется. Но это вот как раз так компания, которая здесь из студентов, и вырастает в новые предприятия, в те самые истории, которые не надо больше всего поделать. А развитие их мы видим за счет горизонтальных коопераций. Я здесь Константин очень поддерживаю. Они тоже очень здорово ощущают этот транс, гораздо больше, чем мы, находясь в Сокрониско, находясь в Федеральном центре. Есть сейчас огромный поток запросов цифровой трансформации. Мы тоже придумываем разные механизмы, как это сделать. И да, соглашусь, ресурсы очень ограничены. Наверное, нужно думать о том, как эти ресурсы объединять, для того, чтобы те компании, которые есть у нас, кооперируясь, которые могли отвечать на те запросы, которые все больше и больше. Мы не видим такого большого потока сейчас стартапов, но поток запросов на цифровую трансформацию растет. И мы видим развитие так же, как и Сколково, путем ответа на этот запрос. Спасибо. Вадим, мне на самом деле очень понравилось, что вы затронули аспект, который касается не только мер поддержки на этапе взращивания компании, а уже вопросов непосредственно поддержки на этапе функционирования, потому что то, о чем вы сказали, в части налогообложения, в части обеспечения работоспособности уже сформированного бизнеса и условий для создания вот этого бизнеса, на мой взгляд, это как раз немножко другой взгляд на те же самые меры поддержки. И это возвращается к вопросу как раз о том, требуется ли перестройка или требуется настройка, потому что вот эти слова, они на самом деле подтверждают то, о чем уже все говорили, о том, что идеальный вариант – это сознание экосистемы, которая непосредственно ведет и поддерживает вот эту структурную трансформацию и компания, начиная с поземной стадии, и здесь уже даже не до момента выхода, а до момента функционирования, вот то, что я услышал. И у меня, соответственно, опять же, возвращаясь к этой мысли, а вот все-таки вот должны ли этим заниматься институты развития, то есть формированием как раз вот этого сквозной линейки, да, комплексного, комплексной траектории, или же это должны взять на себя, например, Министерство права развития или Министерство экономического развития, да, то есть вот здесь вопрос вот. Мы тоже задаемся этим вопросом, да, регулярно. Будучи сами институтом развития в той или иной мере, но, как уверено, мы больше работаем уже не по земной стадии, мы работаем на стадии существующих, нормальных, мы задаемся вопросом, кто должен все-таки, как, потому что, опять-таки, среди файлов, федеральных органов испананской власти, тоже есть определенные, да, у каждого органа испананской власти есть свой проект, да, особо экономические зоны, это вариант Министерства экономического развития. Сколково, это не Министерство экономического развития, не цифраз, сейчас тоже действует по программе, по национальному проекту цифровая экономика, в принципе, мы имеем дело с расширением спектра тех или иных нет поддержки. Я думаю, прежде чем, вот есть еще, вот такой, в цифровой экономике он отражен, в Министерстве экономического развития, я в этом многое, это из-за Министерства экономического развития он закреплен, это регуляторная песочница, да, то есть, мне кажется, вот этот подход, он более правильный, как они еще раз, новый, недал термом узнал, регуляторная гильотина, отсекание лишних барьеров, но мне кажется, этот подход, он более правильный, нам уже пора немножко поотсекать лишние элементы, сосредоточиться на конкретных проблемах, и после этого будет, мне кажется, гораздо проще этот период. очень здорово, что в цифровой экономике это отдельный подпроект, это формативно регулирование, это то, с чего мы должны начинать, то, где как раз-таки те миры валютного контроля, видимо, попадут, читаю, что это работа общая, это и ФАИВы, это и законодатели, безусловно, куда уж без них, то есть, если какие-то изменения в законодательстве принимают, в моем случае, через первый законодатель власти придут. А мы здесь, со своей стороны, выступаем инициаторами. Ну, мы знаем, если мы старт, как живут компании, да. Мы знаем их проблемы. Поэтому я в моем идеальном мире активно выглядит таким образом. Мы выступаем с инициативой, идем к нашему регулирующему органу исполнительной власти, а уж затем законодатели эту инициативу рассматривают и смотрят, и есть чему-нибудь не такое вето в садах, это всегда становится правопродачей, а так как бюджет. Здесь тоже нужно баланс поддерживать. Вот этот тренд, мне очень нравится, что в своей экономике нет сейчас деньги, они идут адресом метро. Они через фонд «Сколько» идут с компанией, они идут больше в всей системе испанской власти, это правильно. Еще мне нравятся гранты, которые называются «Возвратный механизм поддержки». Вот Константин же тоже говорит, потому что с грантами, может быть, там, в 90-х будет компания, которые на гранты с минимальными сменами поддаются, но надо переходить с «Возвратный механизм поддержки». Пусть инициаторы чувствуют свою ответственность за идеи, которые получают. Я сейчас еще передам слово Константину, потому что мне кажется, что здесь у институтов развития сейчас уникальные возможности, насколько вы уже являетесь еще центром компетенции по нормативному регулированию. И вам, как институту развития, с одной стороны, и Центром компетенции по нормативному регулированию, с другой стороны, сейчас максимально комфортно, на мой взгляд, будет обнимать все эти вещи и как раз предложить те проекты, которые позволят решить эти вопросы. Спасибо. Я хотел 2-3, сейчас мы затронули. Это что правильно было сказано по арт. Важность этого вопроса связана с нормативным регулированием, с изменением, с адаптацией нормативного регулирования под те новые технологические возможности, которые нам дает цифра. Примеров, наверное, вы сами много знаете. Вот для меня канонический такой пример, наверное, уже это закон о телемедицине, который был принят больше полутора лет назад. Отличные инициативы. То есть, фундумент как-то министерство федеральное действительно пошло там где-то на шаг впереди, на пол шага впереди рынка. где выступило с инициативой создания комфортных, регуляторных комфортных условий для развития целого большого сегмента рынка. То есть, ни у кого не вызывает сомнения, что рынок для медицины, особенно в России с нашей спецификой, это огромная там составляющая возможность роста сегмента экономики, конечно, повышения качества медицинского обслуживания, качества жизни. Но вот объективно дать посмотрим, что получилось. То есть, закон был принят, а на какую...